Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». Известно, что один из самых старинных некрополей в Рязани – Лазаревское кладбище. Он был основан в 1774 году. Здесь погребены многие жители города, в том числе участники Отечественной войны 1812 года, русско-японской войны, Великой Отечественной. У этого некрополя непростая судьба. Сначала он был заброшен, затем из него хотели сделать мемориальный парк. Но не так давно было принято решение о том, чтобы сохранить Лазаревское кладбище и превратить его в привлекательный культурный объект. Сегодня в программе речь пойдет о старинном некрополе и об удивительных фактах, связанных с ним. Лазаревское кладбище – одно из немногих в Рязани, где покой обрели герои сразу нескольких войн. 1812 года – Первой мировой и Великой Отечественной. Это кладбище было образовано в 1774 году. Первый деревянный храм появился здесь после того, как вдова-памещица Наталья Михайловна Хрущева выделила средства на строительство новой церкви в селе Канищево. А старое деревянное здание бесплатно передала в Рязань на новое кладбище. Это произошло в 1792 году. Со временем храм обветшал, совершать службу в нем стало невозможно. Попытки восстановить его не увенчались успехом. Такая ситуация продолжилась вплоть до 1817 года. В различных источниках упоминается, что именно тогда титулярный советник Максим Рякович Ракшинский, цитируем, движим, будучи особенным усердием к храму Божию, а не менее, имея в виду достойное памяти события 1812 года, что на всем кладбище многие воины, подвязавшиеся на брани за веру и Отечество погребены, приступил к сооружению каменной церкви. С 1823 по 1826 год были сооружены дополнительные пределы иконы Казанской Богоматери Афанасия Афонского, а затем основной престол во имя Лазаря Четырехдневного, который был освящен в 1826 году. Спустя несколько десятилетий, 29 марта 1939 года, советской властью было принято решение о закрытии Лазаревской церкви. Хоронили на кладбище вплоть до середины 1960-х годов. Хочется напомнить рязанцам о том, кто похоронен на нашем Лазаревском кладбище. Конечно, первыми мы называем воинов 1812 года. Мы говорим о том, что одним из настоятелей Лазаревского храма был Петр Дмитриевич Павлов, отец знаменитого нашего академика Ивана Петровича Павлова. И их фамильный склеп находится здесь, и похоронена практически вся семья, кроме самого Ивана Петровича Павлова. Об отце известного ученого, лауреата Нобелевской премии, Ивана Петровича Павлова, известно следующее. В 1846 году Петр Дмитриевич Павлов окончил Рязанскую духовную семинарию, затем преподавал греческий язык и латынь в Скопинском и Рязанском духовных училищах. О нем отзывались как о правдивом и самостоятельном человеке. Петр Дмитриевич часто не ладил с начальством, жил он небогато. Павлов был болевым и жизнерадостным человеком, обладал крепким здоровьем, любил работу в саду и огороде. У него была репутация весьма просвещенного человека. После женинбы в 1848 году Петр Дмитриевич стал священником Николы Высоковской церкви, а в 68 году был переведен в Лазарево-Кладбищенскую церковь. Надо отметить, что в своих воспоминаниях о родителях академик Иван Петрович Павлов говорил с чувством любви и благодарности. В его автобиографии написано, а подо всем всегдашнее спасибо отцу с матерью, приучившим меня к простой, очень невзыскательной жизни и давшим возможность получить высшее образование. Надо сказать, что на кладбище покоятся деятели культуры и духовные деятели. Мы видим с вами белый памятник Михаилу Александровичу Виноградову. Это протеерей, один из клириков Екатерининской церкви. А известен он тем, что является духовным композитором, то есть автором многих духовных произведений. За богослужениями исполняется его произведение. А в нашем городе рязанцы участвуют и бывают гостями в фестивале духовной музыки Виноградова. Его и называют еще так кратко Виноградовский фестиваль. Здесь он на нашем Лазаревском кладбище похоронен. Восстановлено родственниками, людьми, которые интересовались жизнью и самого Виноградова. Восстановлено их генеалогическое древо. А любители спорта знают нашего знаменитого спортивного комментатора Николая Николаевича Озерова. Он является одним из потомков Виноградова. Покоятся здесь родители известных певцов-братьев Пироговых. Сыновья рязанского плотника Степана Ивановича стали великими певцами, прославившими на весь мир русское оперное искусство. Пироговы – уникальное явление, как по своей самобытности, дарования, так и по таланту. Некоторые оперные партии в исполнении братьев так и остались непревзойденными по сей день. Рядом находится музыкальный колледж, который носит имя братьев Пироговых. И сейчас уже инициатива пошла от самих студентов, которые готовы ухаживать за могилой. Хотя там, конечно, нужна будет и помощь серьезная, потому что оградку надо восстанавливать, выпрямлять и приводить ее в порядок. На Лазаревском кладбище похоронен один из рязанских иконописцев Николай Васильевич Шумов. Его мастерская известна была не только в Рязанской губернии, но и за ее пределами. Сегодня за могилой знаменитого иконописца ухаживает рязанская епархия. Долгое время на могиле Шумова не было даже надгробия, хотя большинство икон после 19 века расписывалось именно в его мастерской. Впервые за долгие годы здесь установили памятник. Моя такая вот деятельность непосредственно связана с тем, чтобы очищать и описывать, составлять, как бы сказать, реестр захоронений. То есть мы чистим сначала могилу, потом фотографируем и на диктофон описываем данные. В каком состоянии могила находится, сильно ли она разрушена, сильно ли коррозия ее взяла. Ну и, в принципе, потом это все переводим в печатный вариант. Реестр составляется для того, чтобы, как бы, обозначить, кто и где и когда был похоронен. Жемчужины, скажем, можно считать могилу теперь уже святого, блаженного Василия Кадымского. Каждый, кто обращается к его жизнеописанию или, как в православии говорят, к житию, получает такой очень задел, запал, можно сказать, да, такой благочестивой жизни, тонкого чувствования боли и нужды другого человека, когда ты, как Господь извещал, отказавшись от себя, помогаешь и живешь во благо других. Вот поэтому такие люди у нас и назывались блаженными, счастливыми. Отказавшись от мирского, помогали другим в их мирских жизненных обстоятельствах. А вот еще одна могила, о которой нам рассказали члены экспедиции Лазаревского кладбища. С ней связана необычная история. Здесь похоронена Софья Васильевна Злобина. Это одна из хранительниц святыни Рязанской земли, иконы знамения Корчемная. Об этом захоронении на Лавриевском кладбище нам рассказал владыка Касимовский, епископ Дионисий. Дело все в том, что эта икона обладает особым даром или особой силой помогать людям избавиться от недуга винопития. И ее историю знали все и знают сегодня все благочестивые рязанцы. О том, как от этого недуга избавилась одна вдова. И принесла, когда ей не хватало средств на то, чтобы купить вино, она в Корчмо принесла благословенную ей икону. И Корчемник отказывался принять ее в дар, но она настаивала, и так икона оказалась в Корчме. И, собственно, из нее больше уже никуда не уходила. Хотя эта женщина и приходила, и приносила деньги, забирала икону, но она опять возвращалась на это место. Сам храм Семена Столпника, рядом с которым происходило это событие, находился на Старой базарной площади. Это в том месте, где сегодня расположена площадь 26-ти бакинских комиссаров, и там, где памятник ликвидации Чернобыльской аварии. И когда в 1917 году стали закрывать храмы и изымать ценности, из часовни, которая была установлена для этой иконы, точнее, где икона эта располагалась, была закрыта, а сам образ перенесен был в храм Семена Столпника. Известно, что во время сбора средств в помощь голодающим по Волжье комсомольцы пришли в храм для изъятия ценностей. Среди святынь находилась икона «Знамение Корчемное». Один из юношей, входивший в эту комсомольскую ячейку, остановился пораженный, потому что вспомнил, как перед этой иконой, приходя в часовню Семена Столпника, молился вместе с матерью и бабушкой, как они его наставляли в благочестивой жизни. И тогда он принял такое решение. Он обратился к своим товарищам и сказал, давайте мы перепишем ценный оклад, золотой оклад, те драгоценные каменья, которые на этой иконе, а я дома аккуратно сниму и завтра вам все по описи отдам. И действительно он принес и золотой оклад, и каменья, потому что не это самое дорогое было, а святыня таким образом была сохранена. Спас икону Дмитрий Серебряков, по некоторым источникам Серебрянский. Позже его семья уехала из Рязани. Икона осталась на хранении у служанки Александры Ивановны. О том, что такая святыня хранилась в семье Серебряковых, и знала Софья Васильевна Злобина. Она была известным врачом-стоматологом, и когда Александра Ивановна совсем сострелилась, она взяла ее жить к себе. Таким образом она стала последней хранительницей этой иконы и завещала после своей кончины передать эту икону батюшке Авелю. И что и сделала ее сестра Анна Васильевна. И сегодня, пользуясь случаем, мне хотелось бы обратиться к жителям Рязани, кто, может быть, нам расскажет о самой Софье Васильевне что-то еще, как о враче-стоматологе, как о человеке. Может быть, у кого-то осталась ее фотография, а может быть, и живые ее родные. Нам будет очень приятно встретиться с ними и в нашей книге рассказать их историю. Заботу об этой могиле берет на себя Святый Аннабгословский монастырь, где сейчас сохранится эта икона. Сегодня участники экспедиции «Рязанский некрополь» и «Лазаревское кладбище» продолжают свою работу. Они говорят, что их проект уже стал победителем конкурса «Православная инициатива-2013», который проводил благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Размер гранта составил 460 тысяч рублей. Реализация проекта предполагает превращение Лазаревского кладбища в культурно-исторический объект регионального значения, интересный как для жителей области, так и для туристов. Кстати, подобные проекты есть и в других городах России. Так, например, музей «Тульский некрополь» был создан в 1998 году. Это первый в России провинциальный историко-архитектурный и ландшафтный музей. У истоков его создания стоял доктор богословия, старейший кревет Тулы, протеерей Ростислав Лозинский. Под его руководством в конце 1980-х годов в городе образовалось общественное движение с названием, давшим впоследствии название музею. Деятельность движения была направлена на спасение и изучение старинных кладбищ. Созданием музея преследовалась цель выявления, изучения и сохранения памятников истории архитектуры и ландшафта, сосредоточенных на старинных кладбищах города. Сейчас участники проекта «Лазаревское кладбище» активно сотрудничают с Тульским музеем. Они надеются подчеркнуть там положительный опыт для того, чтобы восстановить и сохранить наш Рязанский некрополь. Наш проект, который мы осуществляем в рамках грантового конкурса «Православная инициатива», многоаспектный. И та сторона нашего проекта, который мы реализуем непосредственно на кладбище, это составление реестра захоронений. И поскольку мы видим, что кладбище заросшее, хотя люди сейчас стали ухаживать за своими могилами, подчас бывает трудно даже подойти к памятнику, найти это описание. И поэтому мы немножко как бы не все успеваем, как положено в проекте, но мы обязательно эту работу выполним и доведем до конца. И часть выполненная, ну точнее, эта работа будет занесена в реестр электронный, который уже на начатке его уже созданы, а самые такие яркие страницы будут запечатлены в том издании, которое готовится сегодня и называют самого Бога все живы. Принять участие в проекте «Рязанский некрополь» может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в Лазаревский храм, который располагается на территории кладбища, или на факультет русской филологии и национальной культуры РГУ к замдекану Юлии Орловой. Напомним, она является председателем городского общественного движения за восстановление и сохранение Лазаревского кладбища. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире.